Из-за страха чувства вины, многие взрослые люди продолжают общаться с родителями, с которыми их очень непростые отношения. Вы не можете матери сказать слово, потому что она пожилая, потому что она сейчас обидится, и опять чувство вины. Вы не можете жертвовать собой, вы не можете в ущерб себе делать, только чтобы друзьям было хорошо, если вы этого сами не хотите. Что такое высокая самооценка? Вы считаете себя хорошим человеком. Это, собственно, есть эквивалент высокой самооценки или любви к себе. Поэтому вы друзей любите. Но вы не можете жертвовать собой, вы не можете в ущерб себе делать, только чтобы друзьям было хорошо, если вы этого сами не хотите. Ведь мы многие вещи делаем помимо своей воли в основном из-за страха. Приведу вам пример. Одна из самых тяжелых лекций, которую я сам не фанат, это пожилые родители и взрослые дети. Ну, например, ситуация. У вас отец алкоголик, он вас бил. Сейчас ему 82 года, и у нее рак в третьей стадии. И вы его ненавидите, хотите, чтобы он сдох. Но так как вы не готовы брать после его смерти на себя чувство вины, вы говорите, пап, как дела? Ой, это ты дурой звонишь? Ну что, замуж еще не вышло? Нет. И вы все время пытаетесь как бы помочь. Может, обед приготовить, может, к врачу отвезти. Вы же хорошая дочь, правда? А почему это происходит? Потому что, когда отец умрет, то вы не выдержите чувство вины. Вам будет казаться, что вы его до могилы довели, что вы ему помощь не оказали. И вообще оказались полным говном, а не ребенком. И вот из-за страха, из-за страха чувства вины, многие взрослые люди продолжают общаться с родителями, с которыми у них очень непростые отношения, они бы с ними не общались. Или такая история, например. Ваша мать лезет в вашу жизнь. И вас это бесит. И она каждый раз звонит и начинает говорить, ну что с этим мудаком опять встречаешься? И что не женится? Вы не хотите? Или она приходит к вам домой и говорит, это говно детей своих корми что ли? Они-то чушат и едят. И тебя еще в доме бардак. Вы не можете матери сказать слово, потому что она пожилая, потому что она сейчас обидится. И опять чувство вины. Я говорю, а вы можете сказать вашей маме, что мамочка, я тебя очень люблю, но общаться мы будем в рамках того, что мне комфортно. И вот на лекции вышла женщина и говорит, Михаил, я так сделал со своей матерью, она три года, она крепче оказалась, мама. Со мной вообще не разговаривает. И зарыдала. Вот. Я говорю, а что вы плачете? Потому что я не выдерживаю. То есть она, будучи 35-летней женщиной, чувствует себя 5-летней девочкой, мать которой объявила ей бойкот. Матери не понравилось, что она ее замечание сделала. И девочка не выдерживает. Ну, вы ситуацию не решили. Рассказываю. Если она этого не сделает, то она на всю жизнь откажется несчастным человеком, у которого, во-первых, будут проблемы с противоположным полом. Это классика. Если были проблемы с родителями, это обычно сказывается на отношениях. Но самое главное, обида и унижение, это самые главные эмоции у невротика. Она всю жизнь будет страдать из-за того, что мать с ней плохо обходится. Если она мать поставит на место любой ценой, но вежливо, конечно, я вообще против кидания трубы, хлопания дверью хабства. Я родителя вас люблю, но я не хочу, чтобы вы вмешивали, чтобы меня критиковали и так далее. То она выйдет из этой детской истории, повзрослеет. Продолжение следует...